Всем здарова, я снова на проекте Смотра Рейдж, и вы много раз просили меня протестировать новую охоту, да и я сам хотел, разумеется, это сделать, тем более, что вернули зависимость от фпс, то есть чем больше у вас фпс, тем быстрее вы лутаетесь, ну, лутаете животное и лут. А чтоб вы понимали, если вы вдруг будете говорить то, что ой, я не могу сделать 150 фпс на своем компьютере и все такое, то есть друган у меня, Гула, у него была видеокарта GTS, по-моему, 450, на которой, в принципе, невозможно играть в GTA, у него, кстати, все эти видосы есть на канале, если что, пруфы, то, что я не придумываю, и он умудрялся себе делать 150 фпс для того, чтобы на охоте зарабатывать те же самые 700-800 косарей, ну, на старой охоте. А, сейчас у него 1050 тяй, и сейчас он вообще абсолютно не ноет по поводу 150 фпс, 150 фпс сделать для него, это просто, ну, типа, просто щелкнуть и все у вас, 150 фпс. Поэтому, если кто-то будет говорить то, что вы не можете сделать 150 фпс на своей сборке, когда лутаете животное, то, ну, я не знаю, вам, видимо, не надо 150 фпс, и вам не надо зарабатывать по 600-700 косарей. Ебать животных! Я, я сейчас не буду проверять, да, я прекрасно понимаю то, что если я сейчас начну проверять охоту при таком онлайне, вы опять будете говорить то, что вот, слишком мало онлайна, у тебя куча животных, никто не охотится, 4 оленя, блять, стоят и корову охуеть. Короче, рассказываю, в чем же суть, вы же можете убить животное и смотреть вниз, и когда вы смотрите вниз, разумеется, у вас будет еще больше фпс, или можете смотреть вверх, типа, в небо, но в небо вряд ли это хороший вариант, а вот вниз смотреть, типа, норм варик. Короче, я уже поохотился при онлайне 600 или 700, у меня есть целый час видоса, в котором мне, кстати, не повезло, но сейчас мы его с вами поразбираем, и я посмотрел, сколько можно заработать за час. Да, я уже все протестил при нормальном онлайне, и, кстати, с первого раза, то есть это первая моя охота, наверное, за год, я не знаю, то есть, может, за полгода, там, за 7-8 месяцев. Я заранее, типа, не катался, не смотрел, где есть животные, где их нет, да и в любом случае, типа, ну, посмотрите вы животные, то, что они есть на болоте, и есть, например, в сэндике, но начнете вы с сэндика, пока вы на сэндике лутаетесь, на болоте там уже, вон, даже сейчас есть люди, которые охотятся при онлайне 700-800 человек. Я думаю, это тем более понятно, то, что, типа, нет смысла мне заранее на видос смотреть и как-то вас обманывать. Короче, что я могу сказать, где-то тут, сейчас я сделаю сортировку по размеру, вот, начал я охотиться, начал я охотиться. Оно, час сорок шесть, тут, кстати, я словил кучу багов, сразу же говорю, то есть, это не максимальный заработок, и в конце мне настолько жестко не везло, то, что я уже просто катался и такой, ну, блять, ладно, хуй с ним, посмотрю, сколько таким образом у меня получилось заработать. Вот, вы видите, то, что абсолютно пустой инвентарь, я записывал весь час, не сворачивался, запись не останавливал, ничего не делал, время час сорок шесть. О, видите, первая же свинота забагалась, оказывается, этот баг можно исправить тем образом, что вы просто подбегаете к свиноте и стреляете в нее еще раз. И тогда, кстати, я не знаю, что за хуйня, когда я записываю видос и смотрю видос, в этот момент запись начинает лагать, то есть, у меня-то ничего не лагает, а у вас почему-то может лагать, я не знаю. Ну, буду вставлять, видимо, другой видеоряд, если сейчас опять будет этот баг. Ну, и вот, первое животное я залутал в час сорок шесть и поехал, короче, дальше лутаться, катался, 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 катался. И в итоге за десять минут, а кролик, кстати, вообще не отбагался, я по нему сколько бы не стрелял, он так и не отбагался. Хуй знает, как это работает. И за десять минут вот такой вот у меня уже инвентарь. Потом я, разумеется, залутал следующую гору. Кстати, да, я, прикиньте, нашел элитку, и в элитке, в этой, мне выпал золотой слиток. Это такой ужас. Ладно, золотой слиток я не буду считать финальной стоимости, я его выложу из инвентаря, чтобы, ну, его не считать. Хотя я за этот час и залутал золотой слиток, и заработал на 100 косарей больше, чем должен был. Ну, ладно, золотой слиток я считать не буду. Залутал эту гору, потом, разумеется, поехал вот на вот эту гору. Думаю, сами прекрасно понимаете, что это за гора. Тут было, в принципе, тоже неплохо животных. Вот тут где-то еще свинота, кстати, стояла, насколько я помню. Тут вот черная хуйня это. Вот тут, кстати, сразу три белых горных льва стояла, горных львицы. Кстати, с ними у меня проблем не было, потом я поехал, разумеется, на болото. А вот на болоте здесь уже началось неприятное. Тут уже было очень мало животных. Да, этот видос, если вы вдруг не верите, я могу, в принципе, загрузить на YouTube. Он, правда, будет полгода обрабатываться и загружаться эти 40 гигов. Ну, в принципе, ладно, мне-то че. Мне не сложно, если вам нужны какие-то прупы, потому что я знаю, когда я скажу финальную сумму, сколько я заработал за этот час, опять начнется какая-нибудь хуйня. И тут, да, кстати, если я вам выложу велосипед, вы видите, тут два чувака проехали на мотоциклах. Там в начале чел на тачке стоял, тут еще один чел на тачке. Тут меня вообще с мотоцикла сбросило. Ну, то есть, как всегда. А тут еще, кстати, сейчас смешная хуйня будет. Я случайно, короче, залетел на аэропорт. Чуть-чуть переразогнался. Ну, мотоцикл просто мне непривычно то, что он такой мощный, потому что это мотоцикл с батл пасса, и я перелетел в забор. Проебал пару минут. Короче, покатался на болоте, потом, разумеется, поехал вот на вот эту гору, тут на ней полутался. Потом поехал на гору... Какую на гору я поехал? К этой. Сейчас просто вам покажу карту, так будет проще. Вот сюда вот я поехал, вот на эти горы. Хотя тут никогда не лутался. Мне просто Максим рассказывал то, что тут есть много животных. И потом, я не понимаю зачем. Вот я видел то, что в сэндике очень много животных было. Я видел то, что на болоте достаточно много животных было. Надо было оставаться в сэндике. Надо было вот после того, как я залутал вот эту гору, поехать обратно в сэндик. Или, не знаю, вообще на эту гору не ехать. Короче, на этой горе я проебался. Тут вообще не было животных. Я поехал сейчас на следующую гору, на которой тоже не было животных. Вообще, абсолютно. То есть, вот на этой горе вообще никого не было. Я никого не убил на этой же горе. Потом я просто по приколу поехал еще на дрифт-трассу Зря тоже это сделал Совершенно здесь я тоже улетел Короче, я просто говорю То, что я заработал, это, наверное, ну просто Минимум, сколько возможно заработать за час Потому что, ну тут, если вы пересмотрите видос Слишком много косяков на дрифт-трассе Я элитку не увидел, прикиньте Я только на видеоряде увидел то, что там элитка Я же, бля, тысячу раз на нее посмотрел Видите, вот я дурак, блядь Ладно, не суть Вот тут, короче, один горный лев Тут больше вообще никого А, кролик, да, еще был Все тут больше не было животных Вот здесь, типа, не было животных на дрифт-трассе Еще просто одно животное убил за все это время То есть, вот, после этого горного льва Я уже просто поехал кататься поверху Поехал обратно смотреть, есть ли там какие-то животные или нет То есть, вот, этот вот инвентарь После горного льва Вы даже можете посмотреть, посчитать То, что я больше там не охотился, никуда не заезжал Сейчас я вам его покажу Это вот, это финальный инвентарь мой И потом я просто несколько часов стоял на барыге И смотрел на цены Все, вот, после этого я не залутал ни одного животного Ну, то есть, вот, как раз час, грубо говоря Потом я, говорю, просто уже катался Просмотрел, есть животные или нет Понял то, что их нет Ну, и уже отключил запись Так вот, заходим опять в мой весь этот видеоряд Делаем сортировку по дате В другую сторону, пожалуйста, так привычней И... Пу-пу-пу-пу-пу-пу Ебать, я уже видеоряды наснимал Вот, не вот Следующее Вот, это я первый раз приехал к барыге Сейчас покажу вам инвентарь То есть, вот, как вы видите 40 шкур животных Шкурок 58 Тут золотой слиток На золотой слиток не обращайте внимания Тут я начал в банде спрашивать Какие нормальные цены Типа на барыги, на шкуры Мне сказали 3500 Я такой, а, а тут-то цены полная хуйня Такой, ладно Посмотрел я еще цены на кости, на жир И понял то, что это полное говно Ну, то есть, вот, смотрите Опять же, запоминайте просто то, что я вас не обманываю, ничего Тут я почитал что-то комментарии Поотвечал, короче, на комментарии Подхожу к барыге Ну, я вот тут и стоял Как вы видите, часик где-то прошел А, нет, это вот мне ответили За сколько игрокам можно продавать Да, но я не считаю то, за сколько можно игрокам продавать На это я забиваю хуй И вот я подъехал к барыге Тут уже 634 косаря С золотым слитком Опять же, обратите 40, 660, 58 Все то же самое Вот, 429 костей И цена, обратите внимание Всего 184 и 226 То есть, кости и жир важнее, чем шкуры Потому что костей вам падает Вон, смотрите, сколько О, кстати, мясо Максимальная цена, которую я видел Вот, 355 Нихуя себе И смотрите, короче, прикол Время 5.33 Это я просто чекал цены Я не стал продавать Думаю, ну, может, будут цены получше И смотрите, обратите внимание Уже золотого слитка нет Я его выложил специально из инвентаря Кости животных стоят по 200 Животный жир стоит по 275 И таким вот образом 3.250, кстати Три тоже тысячи Это не идеальные цены Это реально не идеальные цены Но тут уже 611 косарей Вот, пруфы То, что столько же костей Столько же мяса Можете даже посчитать Потому что у меня там ни патронов Ни слитков Там ни рыбы никакой нету Давайте покажу Вот сколько шкур Вот сколько костей Вот сколько мяса Все И тут я уже продал за 611 косарей Вот это все То есть, при вот таких вот Не идеальных условиях Да, у меня вышло 611 косарей за час Максим тестил охоту Я себе, кстати, даже в личку это выписывал Сейчас покажу рофл Я написал У Гула получилось Около 550 косарей У Максима тоже Около 550 Я лох У меня 530к Я такой А нет, не лох По плюс-минус норм ценам Вышло 611 косарей Ну, вот вам и нерф охоты Что я вам могу сказать Я не знаю, что вы сейчас будете говорить Мне уже что только не говорили Про то, что админы мне спавнят животных Вот сейчас, кстати, есть админы? Да, сука Сейчас три админа Сейчас тоже можете говорить То, что мне админы просто передо мной спавнят животных Кто-то говорил То, что у меня большой фпс Кто-то Я тут недавно, кстати, в банде общался Это очень смешно было Челики опять говорили То, что они там оленей не могут найти Несколько дней Я говорю Я вообще не понимаю Как вы это делаете Я говорю Тогда за день Смог пройти Что-то 8 или 9 Левелов батл пасса Ну, даже не за день Там что-то часов за 7 Я говорю Ну, просто заебался Не стал дальше проходить Поэтому, говорю Даже за день Там можно за сутки По 15 левелов проходить Они такие Ну, ты просто формила Мы так не умеем А, вот такой отмазки Я не слышал То, что я просто формила То есть Давайте конкурс На самую жесткую отмазку Которую можете придумать Не знаю Например, то, что я там всю жизнь играл В шутеры И в королевские битвы Из-за этого у меня Хорошее восприятие зрения Я могу найти животных Может, у меня IQ много Поэтому я примерно понимаю Куда ехать И примерно понимаю закономерность Может, опять Типа у меня какие-то читы Которые мне показывают животных Ну, я не знаю Давайте Мне уже будет самому интересно Что вы еще сможете придумать Тут недавно на стриме Мне говорили Вот, я типа на охоте Заработал 200 Максим где-то комментарий нашел То ли в нашей банде То ли где То, что чел полтора часа Охотился Тоже там 250 Заработал за полтора часа Ух ты Да, это само собой Типа Забыл еще рассказать Это не чистый заработок Чистый-то понятно То, что он меньше Потому что вам ножи надо покупать Кстати, у меня даже Один нож полностью Не израсходовался У меня там был нож У которого было 20% износа И под конец у него осталось 96% износа После этого я нашел Чувак-коп Которые торгуют ножами И, как видите Но покупал ножей Короче, вот Ножи с износом До 50% Мне чел продавал За 16 косарей А ножи с износом Больше 60% Он мне продавал За 8 косарей Что-то типа такого Короче, было В плане цены По поводу глоков Вы можете 10 минут Полутаться И скрафтить себе 10 глоков Без шуток Вы видели Сколько нужно Чтоб скрафтить глок У меня где-то был Чертеж на глок Он, скорее всего, дома Сейчас я вам покажу Короче Да, он дома По любасу Ну и глоки В основном там Типа за сколько За 5 косарей продают Я видел Там У меня за час охоты Ушло ровно 3 глока С износом По что-то 50 Может 40% Ну, то есть 15 косарей на глоки Потратил И 15 косарей на нож Ну, да Это мне повезло Ну, можно сказать То, что повезло Не знаю На самом деле Вы типа можете Ну, подороже Ладно, найти без проблем Ну, даже 50 косарей Вы будете тратить за час Охота Все равно получается Самая прибыльная работа На сервере Как ни крути Но она всегда была Самая прибыльная работа И всегда ей останется О, охуеть С первого раза в дом зашел В бага на интерьер Удобно Да, вот Две пружинки Четыре шестеренки Три металлолома Ну, то есть Да, вы понимаете Один кейс Это уже один глок Серьезно Без шуток Там с кейса Че, падает Три, пять шестеренок Обычно С элитки падает Пятнадцать шестеренок То есть Вы нашли Грубо говоря Три элитки А три элитки Найти, ну, типа За пять минут Тоже вообще без проблем Если вы, конечно, знаете Где они находятся Блядь Я спирт с собой в инвентаре Таскаю Ебать Я опасный Так, да Я диглы, кстати Хотел покрафтить Да, кстати Я Сане написал По поводу Заработка на охоте И сказал Сань Я говорю Че-то вы слишком сильно Нерфанули охоту Я говорю Если я Типа умудряюсь Зарабатывать Шестьсот Ну, типа Пятьсот пятьдесят Чистыми То у людей Реально будет выходить Меньше И я Сане Реально сказал То, что это мало Я говорю Че-то вы как-то Слишком сильно Нерфанули охоту Особенно Если у вас Нет места в инвентаре И там хуевые цены На барыгах То у вас бы Могло Даже с моим инвентарем Типа Получиться Не надо Никаким образом Апать охоту Ляпать цены Мне кажется Просто нужно Рандом Не такой огромный Сделать Ну, там Рандом Реально Типа Сорока Сорок Или пятьдесят Процентов На барыге То есть Кости могут стоить Сто пятьдесят А могут стоить Триста пятьдесят Ну, что-то типа Такого Реально Вы можете Просто из-за того Что на барыге Цены хуйня Получить на пятьдесят Процентов Меньше Но С другой стороны Вы можете Купить себе Несколько нив Можете купить себе Два шкафа В дом Разумеется Нивые шкафы Вы можете Купить на БУ И не тратить На них Оригинальную Их типа Стоимость Типа шкафы Можно вообще Там за три с половиной За четыре миллиона Купить И за такие же Деньги продать И просто Складывать Абсолютно Весь ваш лут Ждать идеальных Цен на барыге И потом продать На барыге Все одновременно Так, кстати Рассел делает Да, у Рассела Кстати Челы, которые Вообще С моим ютуб каналом Никак не связаны Которые сами По-моему Искали Тактозы На охотах У него Типа тоже Шестьсот Косрей Типа Выходит Каждый час На охоте Шестьсот Семьсот Но у него Выходит Семьсот Потому что Он Типа Это Прям Полностью Все шкафы Инвентарии Забивает Это Шкурами И прям Ждет Реально Идеальных Цен на барыге Так что Можете Делать И так Короче Всех Люблю Всем спасибо Тоже смотрели И Всем пока